Я вижу, что в понедельник до обеда правоохранители органов Молдовы ничего не делают. И конкретно Министерство внутренних дел. Почему Министерство внутренних дел, я вам объясню. Потому что розыском разыскиваемых, подозреваемых, либо преступников занимается именно Министерство внутренних дел. В понедельник я начал кричать на всю страну и на весь мир о том, что товарищи милиционеры, товарищ Паша Войко, сделайте запрос в Турцию и вы убедитесь, что Плохотнюк там находится. Потому что в это время все СМИ, партии социалистов, Додона, все их аналитики, если их так можно назвать, распространяли информацию, что это все неправда, что Лусатый уехал на море. Дальше даже они вытащили адвоката Плохотнюка через портал УниМедиа, который принадлежит Додону, для того, чтобы тот сказал, что не-не-не, не верьте Усатому, он хочет привлечь себе внимание в предвыборную кампанию, Плохотнюк не покидал территорию Соединенных Штатов. Я говорю, послушайте, можете, мы уже все с вами были свидетелями, когда Додон даже в День независимости говорил, да-да, коноплек, греча, чини и балабол. Вся страна увидела, кто балабол. И сейчас была уникальная возможность, я говорю, ребят, сделайте запрос в Турцию, если его там нет, все, как бы Усатый обманул, Усатый не понимает, чем он занимается и так далее. Они этого не делали, они это сделали только после того, как я вышел в лайф. У меня появились ряд вопросов и ряд информаций, которые я хотел до вас донести. Потому что я считаю своим долгом теперь информировать граждан и могу информировать Генеральную прокуратуру. И поверьте, я это буду делать, потому что сегодня вернуть Плохотнюка, чтобы он ответил за все преступления, я считаю своим делом чести, как гражданина Республики Молдова. Значит, 25 сентября на одном из телеграм-каналов, на одной из помоек социалистов появляется информация с видео о том, что якобы Плохотнюк находится в Бухаресте, с 7 по 10 был там. И видео там на несколько секунд, где якобы Плохотнюк там с какой-то тетей. Но так как съемка была сделана очень далеко, я, например, визуально не смог определить, Плохотнюк это или нет. Но эта история меня начала серьезно интересовать. Плюс было написано, что он был в Бухаресте и улетел в Стамбул, на этом телеграм-канале. Значит, я неоднократно показывал вам и доказывал, что если я хочу что-то узнать, то я это делаю. Неважно в какой стране меня интересует то или иное событие. Я через свои каналы вышел на правоохранительные органы некоторых стран, в том числе и на Турцию. Я задал первый вопрос, потому что в оперативной работе я точно понимаю, чуть больше, как минимум, Паша Бойко, министр внутренних дел, он же Паша Пылесос. Почему он Паша Пылесос, поговорим чуть позже. Значит, мне говорят, как бы, что послушайте, так и так, в общем, да, он у нас. Я задаю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то коммуникация с Министерством внутренних дел Молдова? Отправляли ли они вам какие-то запросы и так далее? Говорят, ну, сейчас узнаем. Мне отвечают, нет, не было никаких запросов от МВД Молдова. Значит, дальше у меня было два пути. Значит, первое, значит, позвонить Молдавское министерство внутренних дел, где я переговорил с некоторыми сотрудниками, и они мне сказали, Ренат, тебе нужно действовать сам, потому что у нас половина руководства работала на Плохотника, если не почти все, и информацию салют. Значит, я проинформировал кое-кого в Генеральной прокуратуре о своей поездке. Значит, так и так, вот выезжаю, есть информация, еду ее, как бы, проверять ее нет смысла, значит, сегодня попытка локализовать Плохотнюка и сделать все необходимые процедуры. Значит, что у нас происходит дальше? Значит, вчера, когда я уже находился в машине, из Румынии возвращался в Молдову, хочу сказать, что когда я уехал в воскресенье, это 27 числа, в обед я покинул территорию Республики Молдова, я успел посетить несколько государств за это время, но в Турции я не был, поэтому перестаньте писать вот эту бредятину. Усатый поехал к Плохотнику, предупредить, там, не знаю, что. Значит, по пути домой я написал пост в социальных сетях, что так и так, я выполнил свой гражданский долг, то, что я мог сделать сейчас, ждем официальную позицию правоохранительных органов Молдовы и Турции. Чуть позже появляется пресс-релиз Генпрокуратуры, где написано следующее. Для таких дураков, которые работают в Комсомольской правде, тролли социалистов и так далее. Акционе сурвине каурмаря, анотификэри в официале, речепционате, речепционате, астес, де прокуратура Республича Молдова, деспреэнтраря, инвинуэтулы, пи территорию Турчи, 50 септембри, доу-ми доу-зечь. То есть прокуратура пишет, что вчера они получили ответ, что Плохотнюк на самом деле 10 сентября заехал на территорию Турции и находится там по сегодняшний день. Значит, очень плохо начал выглядеть Дадон и все его тролли, которые писали, что усатый на море и так далее и так далее. Значит, и они, значит, придумывают новую стратегию. Значит, единственный, кто может им как-то помочь, это ручной министр внутренних дел Павел Войко, которого сегодняшнего дня мы официально будем называть Паша Пылесос. Почему Паша Пылесос? Потому что ему все равно, с кого пылесосить. С автобусов, которые возят, диаспору во время коронавируса из разных стран и люди сутками спали в автобусах, либо приезжали и платили бешеные деньги. Значит, либо это при Плохотнике у нас был Арбус, при Войко, чтобы вы знали, есть его контора, оформленная на подставных лиц. Компания называется Песидже, полицейский в шутку ее называет Парис Сан-Жермен. Это новый Арбус, только Арбус уже Войко Дадона, назовем его, а не Арбус, который был при Плохотнике. Называется Песидже. Значит, появляется сегодня пресс-релиз Министерства внутренних дел Республики Молдова. В пресс-релизе, подчеркиваю, официальном пресс-релизе МВД, они сообщают следующее. Так, Министерство внутренних дел сообщает информацию о розыске гражданина Республики Молдова Влада Плохотнюка. С октября 2019 года были направлены многочисленные официальные запросы и со стороны Международного полицейского сотрудничества Интерпола с просьбой объявления его в международную розыск. Так, значит, Паша пишет, что в октябре они обратились в Интерпол. Дальше, что пишет, после того, как он был внесен в список разыскиваемых лиц, власти Молдовы предприняли ряд действий в сотрудничестве с другими государствами. Ребята, внимательно. После того, как он был внесен в список разыскиваемых лиц, власти Молдовы предприняли ряд действий в сотрудничестве с другими государствами. Товарищ Паша Пылесос и те, которые подставляют сегодня пресс-службы МВД, которые пишут эту бредятину, значит, Интерпол отказал официально в розыске Плохотнюка. Мало того, еще из-за того, что они допустили умышленный ряд ошибок и подыграли Плохотнюку, чтобы его сняли, чтобы Интерпол аннулировал его розыск, значит, они пишут, что вот он находился в базе разыскиваемых лиц. Плохотнюка Интерпол рассматривал там почти год, принимала решение комиссия по контролю за файлами, оставляет Плохотнюка в международном розыске или сняет. На тот момент он был заблокирован. Значит, Министерство внутренних дел не сделало элементарное, ребят, что Плохотнюк остался в розыске по линии Интерпола. Они не отозвали Виталия Порлок, человека Плохотнюка, который служил ему верой и правдой, гонялся за мной, делал максимум все возможное и невозможное для того, чтобы я находился в Интерполе. Значит, человек Плохотнюка по сегодняшний день не был отозван Республикой Молдова, которая его делегировала, когда его избирали, на эту должность. Мало того, в прошлом году или в начале этого года Виталия Порлок даже еще переизбрали до 4 года. Вы понимаете, тот человек Плохотнюка был переизбран, потому что Министерство внутренних дел руководил и руководит Паша Пылесос. Значит, дальше. Они пишут о том, что они знали, что он пересекал границу Турции и Румынии. Это еще раз официальный пресс-релизов МВД. И для того, чтобы не импедить акции Унилия, для идентификации и реценции, они были нечислены, чтобы эти даты не опали в спасти публику. Таким образом, они были информированы от авторитетов и официальной, что это произошло на фронте Турции, в период 10-10 септембре 2020. И они были нечислены, что они нечислены Паша Пылесос. Что я объясню еще? Интерпелария. Кэтри ауторитетс или Турчешти. Демпартия Републики Молдова. Афост факуты. Дуар дупачи. Йом факут скандал. Шаманунцат публика. Плохотнюк. Сафлы. Лай Истамбул. Вы понимаете? То есть, так нагло врать и говорить о том, что они знали, что он там находится, но они скрывали это, чтобы не навредить его задержанию. Послушайте, Плохотнюк находится, чувствует себя так же уверенно в Турции, как в свое время в GBC или в гостинице Нобел. Об этом поговорим в другой раз. И перестаньте врать, запрос вы отправили через канал Интерпола. И турецкая сторона мне это подтвердила сегодня ночью, что вы отправили запрос только после моих выступлений. Не надо писать и врать, что вы туда обращались, сотрудничали с ними и так далее. Плюс еще раз, Плохотнюка нет в базе разыскиваемых лиц Интерпола, так как вы говорите. Потому что ему до сих пор продолжает служить Виталий Пырлок. Такой же чайник, как и вы, Павел Кулисос. Дальше я понимаю, что весь этот пресс-релиз, это написан один отрывок с комсомольской правды. Уважаемое издание, которое стало помойкой с тех пор, как его купил Додон, так же, как Аргументы и Факты и другие СМИ. Это помойки, которые пишут бред больных людей, как ЦИРДИ и других кумысов партии социалистов. Но писать это на официальном сайте МВД, хочу вам сказать, товарищ Паша Полисо, что вы за это ответите по закону. У меня к вам сейчас ряд вопросов, товарищ Гойку. Значит, ответьте мне на вопрос. 25-го, как я говорил, сентября, на телеграм-канале партии социалистов, которые всякую чушь публикуют, значит, была опубликована информация с видео о том, что Плохотнюк находится конкретно на этом видео в Бухаресте. Да, как я говорил, я не мог идентифицировать по видео Плохотнюка, потому что как-то мелко, далеко и так далее. Но я начал проводить расследование. Почему вы сразу после появления этого видео этого не сделали? Каким образом, если это видео на самом деле было добыто сотрудниками, офицерами ЧНИА или офицерами СИП, которые занимаются оперативным сопровождением двух уголовных дел, в которых Плохотнюк имеет статус обвиняемого, значит, каким образом оно оказалось на телеграм-канале партии социалистов? То есть телеграм-канал партии социалистов типа знал, а Войку не знал. Я думал, если честно, что это какой-то фейк. Но информация начала подтверждаться сразу после того, как я этим занялся. Мне очень стыдно сегодня перед настоящими офицерами МВД, сотрудниками уголовного розыска, мирушини фациди чей дела Патрулари, мирушини фациди боецей дела дивизиона Спичал и Фулзер. Мне стыдно сегодня. И я горю от стыда перед сотрудниками ОМОНа, патрульными, сотрудниками уголовного розыска, что Паша Войку превращает министерство внутренних дел в помойку. Ребят, вам осталось терпеть недолго. Поверьте мне, что начиная вот этими автобусами Пашами, заканчивая этим Парисом Джерменом, его охранной конторой, и другие пылесосные дела, он за это ответит по закону, вместе с теми, которые до него руководил. Ему хватает ума только назначать этого мошенника, Кожакаря в Бельце, и преступника комиссаром. Вот на все, что хватает Пашу. Еще раз, слава Богу, что им осталось недолго. Еще один аргумент, что Войку и те, кто написали этот пресс-релиз, и подстали пресс-службу МВД. Они врут. Издательство Ньюсмейкер обратилось после моих заявлений о том, что Плохотнюк в Стамбуле в МВД, и спросило их, вы давали туда запрос, не давали, на каком этапе находится ситуация. Значит, пресс-служба МВД, это же пресс-служба, которая опубликовала этот фейк и грязь для того, чтобы очернить меня вперед предвыборной кампании. Значит, они ответили следующее позавчера. Мы отреагировали на информацию, появившуюся в публичном пространстве. В этом контексте МВД направило запросы к властям США, Румынии и Турции. На этот час мы не получали никакой официальной информации. Сообщила Азбанка, это руководитель пресс-службы МВД. То есть, она признается и утверждает, что после того, как в СМИ появилась информация о том, что Плохотнюк находится в Стамбуле, они сделали запросы. А в сегодняшнем, уже на сайте пресс-службы, они пишут, что они, бедные, давно про это знали. Я не буду сегодня заострять свое внимание на других нарушениях и покровительстве определенных схем, которыми занимается товарищ Бойко. Этим займутся следственные органы. Сейчас я прошу все СМИ обратиться к министру внутренних дел, пресс-службы МВД, обратиться в пресс-службу Генпрокуратуры и задать вопрос. Ребята, вот вы как-то написали, вы давно работаете, и Плохотнюк был в базе розыска Интерпола и так далее. Когда, какого числа, во сколько минут вы отправили запрос, находится ли Плохотнюк в Турции, находится ли он в Стамбуле. Пусть вам покажут, потому что если вам это не покажут, то тогда, благодаря правоохранительным органам других стран, это покажу я.